Друзья, посмотрите на счастливые глаза этого человека. Покажи. Нам, в общем, вот дали такую карточку. Стоимость данного предприятия 600 рублей. Два билета на чертовое колесо или колесо обозрения. Хочу отметить, что оно очень красиво выглядит. Очень хорошее освещение на нем сделано, разнообразное. И оно стало действительно украшением города-курорта Анапа. И сейчас мы вместе с вами в формате высокой четкости, я думаю, что прокатимся. Сегодня у нас 10-й, оно 6-й, 2019-й год. Можете обратить внимание, сколько людей в парке. Для меня это тоже удивление, что люди есть, все катаются. Там выход, Ярослав. Смотрим, здесь парк охраняет вашу. Это хорошо. Вообще возле каждого аттракциона есть люди. Это радует. Вот так вот надо радоваться. Все, и пойдем. А? Да, как Мишке. Давай, прошу тебя. Беги, как самый первый, самый главный. Давай. Мы уже на нем катались. Светлана ночью вообще прям испугалась. Посмотрим, как Ярослав прочувствует это катание. Ну и выпишите. Все-таки в прошлый раз не было 4К формата. Посмотрим, как будет заходить видео в этот раз. Вдвоем, да. Так, и ждет нас кабинка. Я помню, когда она только открывалась, тут реально была очередь на катание. И ценник был немножечко пониже. Это было классно. Прекрасный поезд. Спасибо. Кабинку не высовывать или не трясти. Хорошо. Понял? Сиди, не дыши. Вот так вот выглядит счастье. Смотри. Сюда, в каверу. Ты действительно счастлив или так? Ну, если надо смотреть, не пытаться. Ну, вот. Еще курить нельзя. Помимо того, что ноги, руки не вытягивать. И начинается подъем. Вообще, без предел. Ты хотел, чтобы можно было покурить? Нет. Ну, ты так говоришь. Так, мы видим разный аттракцион. И все, пошел подъем. Так, видите, еще люди идут парочками на колесо. Тут хорошо обниматься, целоваться, я думаю. Доставай телефон быстрее. Сейчас не успеешь. Фотографируйте, Рослав. Все только начинается. Еще одна парочка пошла. И давайте смотреть уже на наш любимый ночной город. Катаются в кабинке. Я хочу, чтобы нам вот эти штыки покатать. Ага. Будешь со мной кататься? Нет. Нет. Ярику сегодня подарили 500 рублей подписчики. И вот он решил тратить их на всякие аттракционы. Но здесь мы... Я ему обещал катамараны. Он вместо катамаранов выбрал... Говорит, я хочу еще на чертовом колесе. Ну, хорошо, давай. И смотрите, начинается красота ночная. Фантастическая. Пока мы видим туда дальше у нас... Это куда красный выглядит. Ну, давайте смотреть на самое интересное на Анапу. Что, страшно? Вот здесь какой-то такой водопад. Мы можем и пак аттракционов разглядеть еще со всех сторон, помимо самого города. Конечно, не квадрокоптер. То есть квадрокоптер может поинтереснее выглядеть. Но для вас прочувствовать все эти виды. Все-таки своими глазами посмотреть еще интереснее. Мое мнение. У нас, кстати, появился в этом году конкурент данному колесу. Я вам сейчас его потом, когда мы выше поднимемся, покажу обязательно. Фотографирую же, Ярослав. Вот здесь, смотрите, корабль крутится. Классно. На Пионевском проспекте сюда ехали. Там пробка огромная. Мы развернулись, поехали в другую сторону. О, он точно. Ого-го. Этот аттракцион кораблик страшный. И туда дальше пошел Пионевский проспект. Витязево. Видимо, цирк Никулина. Сегодня нам уже на него предлагали дать, как правильно называть, билетики. Приложение раздавали, когда мы ходили на погодном видео. И вид на Анамскую, остальную часть парка аттракционов. Шикарно. Да вставай ты, хватит сидеть. Как осиновый лист трясется. Так, вот все светится. Видим весь город. Здесь начался ветер. Но мы еще только на середине колеса, друзья. Еще все только начинается. Там мы уже видим, это поворот туда пошел Витязево немножко. Потому что вот отсюда прочувствуется именно, что она появляется бухтой. Видим все больше Пионерский проспект. Все красивее он становится. Фантастика просто. Попробуем протереть камеру. А вдруг... Нет. Жалко, не хватает, конечно, света для камеры. Видео завораживает глазками. Это, конечно, гораздо красивее. Хотелось бы, чтобы ценник на него был поменьше. И чтобы больше людей каталось. Он же постоянно крутится. Сделали рублей 200, уже б не так сильно било по карману. Потому что вдвоем прокатиться на колесе, это 600 рублей. А там, видите, колесо маленькое, колесо побольше. Но они все все равно проигрывают именно этому колесу. Помню, когда первый день его только запустили. Мы и днем, и вечером прокатились. И когда ехали ночью, очень скрипели подшипники. Сейчас вроде бы этих скрипов нету. Наверное, все подчинили. Вот смотрите, какой вид на Анапскую букву. Просто фантастика. Сегодня еще должны прогуляться с Ярославом. Здесь у нас еще силы после такого поднятия вверх. Вот смотрите, там корабли в море стоят прям огромное количество. Это те, которые, скорее всего, стоят там. Либо проход Крымского мосту, либо порт Тамань. То есть вот они в ночи, видите, как светятся прям ярко. Очень красиво. И она покажется таким маленьким городком. Сейчас мы поднимемся на саму высокую ездить с ним пить. Давай, давай. Главное, телефон не викини. И в ту сторону немножко тоже видно город. Давайте с этой стороны посмотрим. Мы уже практически подходим к пиковому состоянию. Давайте панорамку. Это у нас Анапская, Алексеевская. Это у нас вот первые фонарики. Симферопольское шоссе. К Пионерскому проспекту огромное количество машин двигается. Походу, пробочку уже разгрузили. В парке видно, что гуляют люди. И туда дальше. Вот Эра очень хорошо выглядит. Красота. Люблю я этот город всем сердцем. Чего и вам советую. Кстати, долго получается крутится колесо. Потому что я думал, нам 10 минут вполне хватит. Но нет, придется как делать монтаж. Потому что у меня ограничение стоит на 4К в 10 минут. И вот оно, самый верх. Вид на Анапу. Весь город сияет, радует. А там вот видите, где больше всего огней. Самая-самая жизнь сейчас кипит. Красота. Ну вот оно все. Сейчас уже пиковое пройдено. В принципе, я думаю, мы все посмотрели со всех сторон. И дальше мы уже с сыном будем смотреть своими глазками. Еще у нас полторы минутки. Для наслаждения. Мне нравится, как выглядит вот это колесо. Да, лучше очень. Тоже красивая у него подсветка. Но все же уверен, что этому колесо на проигрывает. Потому что здесь, ну, очень круто сделана именно подсветка. И, кстати, вот с этим колесом связана одна из проданных мною фотографий. И вообще, ну, просто из инстаграма я фотографировал сэры Анапу ночью на больших выдержках. И очень красиво смотрелось это колесо. И вот эту фотографию с колесом у меня купили. Такое красивое воспоминание. Ну, и давайте еще чуть-чуть глянем в эту сторону. Здесь вот есть какое-то освещение даже на пляже. Видите, зелолюбимые. Ну, и, собственно, все. Ну что, как твои ощущения, дружок? Получили? А? Холодно. Холодно тебе? Ну, холодновато, конечно. Не, ну ты увидел то, что хотел, тебе понравилось? Сейчас бы еще постоял бы тут, посмотрел, а не сидел бы. Нет, я стоял. Все, дальше. Почему сидишь, не стоишь, не смотришь? Страшно. Ну, признайся, это ненормально. Страшно. Все, больше не поедешь на колесе кататься? Почему? Почему, еще хотел бы? Да, только одни.